Президент Зеленский обещает, что в следующей неделе будет полна исторических событий, что бы это ни означало. Обо всем об этом мы будем, как всегда, говорить в компании Марка Фегина. Марк, добрый вечер. Добрый вечер. Рад приветствовать Алену. Рад приветствовать всех зрителей канала Фегин Лайф и канала Курбанова Лайф. Друзья, ну и, конечно же, на старте я вам напомню о том, как важно и как нужно, чтобы вы нас поддержали. Поэтому не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте комментировать, не забывайте подписываться на YouTube Фегин Лайф и YouTube канал Курбанова Лайф. Помните, что такими простыми движениями вы невероятно помогаете нам продвигать все то, чем мы занимаемся, нашу аналитику и правду, правду о российско-украинской войне. Мы начнем, Марк, с вами с совсем легенького и, наверное, почти забавного. Вы знаете, что каждый год определяются победители в номинации среди лауреатов на Нобелевскую премию. Есть такой пункт, как премия мира. И вот в этом году снова, кстати, среди тех, кого поддерживают больше всего, ну, условно говоря, зрители, в лидерах президент Зеленский. Хотя эксперты говорят, что вряд ли президент Украины победит, потому что он все-таки политическая фигура. Он возглавляет страну, которая находится в состоянии войны. Что симптоматично в том же списке лидеров находится и Навальный, это говорит Ройтерс. В то время, как эксперты среди главных фаворитов называют генсека ООН Гутерреша, а также агентство ООН по делам палестинских беженцев. Что это за симптоматика времени? Нет, ну, что касается Гутерреша, я уж ничего не говорю. Вообще ничего не говорю. Ну, премия мира Нобелевскую премия мира он хочет получить. Ну, Гутерреш, я вот думаю, вот кто мог быть хуже Гутерреша в качестве номинанта и, в принципе, лидера ООН Генерального секретаря. Я вот даже, я никого даже из истории, ну, Кофианом был сопоставим с ним покойный, а вот, тоже такой же был олень. А, в принципе, ну, хуже я не знаю куда было. Просто Нобелевская премия, она действительно последние, ну, может, десятилетия, она сильно потеряла весь. Сильно потеряла весь, надо честно сказать. То есть, она сопоставима с Нобелевской премией, Нобелевской премией с статусом, значит, ООН. Знаете, тоже так же. Все настолько аннигилировано, что, в принципе, я не удивлюсь даже такому распаду. Просто я бы вот не поручился за то, что какой-то фокус не будет. Часто ее, знаете, давали, ну, вроде как надо кому-то даться. Давайте это делаем. Вот, что у нас там есть? Ну, ладно, давайте так или это. Поэтому я бы вот поручиться за то, что его не дадут в Нобелевской премии тому же Гутиерышу, не возьму. Придумать там сделку зерновую, он же третьей стороной был, подписку, еще что-нибудь. Ну, естественно, более неподходящие фигуры, чем нынешний генеральный секретарь ООН, даже придумать не важно. Ну, только Путин разве что не. Путин же тоже они выдвигали, они там даже денег пытались платить. Ну, там все-таки, конечно, не до такой степени все плохо. Что касается Зеленского, я не думаю, что ему дадут. Во-первых, тема продолжается. Они сейчас, если бы даже и захотели поддержать премию какой-то процесс, мирный или окончание войны, то это надо было делать в моменте, когда это уже произошло, чтобы констатировать. Вот мы ее даем премию за то, что уже произошло. Сейчас определенности никакой, поэтому премию мира Зеленскому вряд ли дадут. Плюс там противодействие будет очень. Гигантская. Нужно типа всем давать сторонам. Принято, как это было. Помните, да? Я Арафату дали премию вместе с Рабиным. И, так сказать, это было как бы оформление мирного процесса. Какие они хорошие. Ну, видим, чем мирный процесс завершился, на самом деле. Ну, такие вещи нередко происходят. И поэтому, на самом деле, у Зеленского шансов тоже, мне кажется, немало. Что касается Навального, здесь, смотрите как, Навальному надо было давать в прошлом году. За что? За что? Просто, чтобы его спасти, чтобы его не убили. Только для этого. Больше не для чего. Сугубо прикладным образом. Просто вот конкретно за то, чтобы его не убили. Даешь Нобелевскую премию, человека спасаешь. Ну, я понимаю, в Украине скажут, туда ему и дорога, бутерброд там. Я, на самом деле, знаете, когда я увидела Навального, я не хотела бы снова притаскивать старое, там, Крым не бутерброд. Дело не в этом. Просто мне кажется, что президент Зеленский сделал для мира многое. Я не скажу все, потому что путь еще у нас не пройденный, но сделал многое. Навальный сделал ноль. Смотрите, там ведь ее дают из-за права человека. Это Люся Олбо, покойному китайскому диссиденту, дали такую премию. Люся Олбо. И это заслуженная была премия. Они его выбросили из тюрьмы, китайцы, и он скончался. У него что-то был, рак печени или что-то в этом было. То есть, ее иногда дают видным диссидентам. Также ее Сахарова дали. Понимаете? Поэтому тут, на самом деле, есть за что давать. Потому что Навальный убит. Его отравили в тюрьме. В этом вообще не было никаких сомнений до расследования. Вообще никаких сомнений. Понимаете? Вопрос, заслужил или не заслужил премию, мы можем бесконечно спорить. Бесконечно убеждать в одном или в другом. Приводить аргументы, какой он был и так далее. Но конкретно Навальному могли дать премию в прошлом году. Ее дали Муратову. Дмитрию Муратову. Ну, еще раз повторяю. Понимаете, как? Сейчас вот начать разговаривать, а Муратов менее ее заслужил или более заслужил. Просто бессмысленно. Ее уже дали. Просто ее дали. И спорить по поводу того, что правильно ему дали. Или надо было новой газете давать. Это вообще никакого. Мы уже ждали. С Навальным, я считаю, что он более ее... Было бы правильно дать ему тогда, в прошлом году, когда давали Муратову. Почему? Потому что, ну, как бы русскому дают. Они бы спасли Навального. У этого был бы, ну, какой-то шанс. Пусть призрачный, но шанс. Все-таки Нобелевский ряд вот так просто было бы тяжелее травить. Все равно, конечно, хотели бы сделать. Но тут возникал аспект, который выводил вопрос на такой высокий уровень, что надо было уже действительно прям брать ответственность за его убийство. Путин же сказал, хотели бы, после первого отравления, хотели бы убить, убили бы. Я не скажу, что Зеленский никогда не получит Нобелевский премьер. Такого вопроса не стоит. В его лице, естественно, Украина. Не просто Зеленский лично. А мы же понимаем, что под этим подозреваем. Мы под этим подозреваем Украину. Потому что это вот в этом случае, это будет не просто президент Зеленский, какой он хороший, вот гладенький, сладенький. Нет. Дать премию Зеленской, это значит наградить всю Украину. Резонно? Да, есть выдающие заслуги самого Зеленского. А дать Навальному, это означает дать России. Даже если его там не любят, даже если он в оппозиции. Все-таки нет. Нет. Россия другая. Вот Зеленский Украину отражает. Он и есть Украина. Он просто, а что, он какой-то отдельный, что ли? Украинцы его выбрали, украинцы его поддерживали. И он отплатил той же монет. При том, что его многие, наверное, в Украине не любят. Но здесь слияние с обществом очевидно. А Навального свой народ бросил. Понимаете? И русскому обществу эта премия бы не досталась. И не наградили бы русское общество в лице Навального премии Нобелевской. Она была бы персональной. Конкретно Навального. За его исключительное мужество, что он вернулся в Россию, зная, что будет убит. Ну, или допускал, что может быть убит. Мы допускали, что может быть убит. Знаете? Формулировать это на уровне. Вот глупец. Вот вернулся и все. Но мужество же тоже чем-то оплачивается. Никто не знает, как ты можешь погибнуть. Понимаете? Приехал на фронт просто поговорить, а тебя раз и прилетела бомба. Вот недавно мне сказали, что судья Верховного суда привез гуманитарную помощь в Харьинске и погиб. Прилетела. Что там прилетело? Я не знаю. Что там прилетело? Человек привез помощь в Харьинске. Бац и нету судей. Понимаете? По-разному можно погибнуть. По-разному. Даже случайно. Но случайность или непредусмотренная, непредвиденная собственная гибель не отменяет мужество. Мы оцениваем другое. Мы оцениваем готовность к тому пожертвованию. И у Навального это было. Кто бы как бы к нему не относился. Нет. Если бы Навальный был бы дана премия, тогда. Я не думаю, что ему сейчас ее дадут. Вдогонку. Да. Он в этом году умер. Он имеет право быть номинированным. Мертвых не награждают. На самом деле. По статуту премии. Но просто он погиб в этом году. И поэтому за этот год ему еще могут дать. Если в этом году не дадут, ему уже по смерти не дадут никогда. Но еще раз хочу подчеркнуть, что да, я считаю, что если Зеленский получит премию, в его лице получит вся Украина. А если премию дали бы Навального или сейчас дадут, во что я не очень верю, не очень верю, то наградят конкретно лично, персонально Навального. Но не Россию. Россия Нобелевская премия не заслужила. Ну, я могу сказать, что, конечно, не наличие Навального или не конкуренция с Навальным меня удивила и оставила осадок в этом вопросе, а скорее Гутерча. Генсеку, как стало известно, он решил принять участие в саммите БРИКС в Казани. Я напомню, что это будет через несколько недель. Мы знаем о тех, кто подал заявку, мы знаем о тех, кто состоит в БРИКСе, но и в целом это территория России. Соответственно, там будет председательство и топ всего события, это будет военный преступник Путин. Ну, и тут, значит, приезжает Генсеку ООН, что там последняя ООН сказала, что у них, например, нет денег на то, чтобы помочь Украине, которую уничтожает Российская Федерация для того, чтобы поддержать нас во время зимы, если у нас будут проблемы с энергетикой. Мы знаем, что у Генсека ООН есть большие проблемы с Израилем. Мне невероятно симпатична эта идея, точно так же сказать, Генсеку никогда более не переступать порог Украины, запретить ему и сказать «до свидания», потому что в Израиле своя ситуация, он только задним числом осудил иранскую атаку, но тем не менее. Что это за позиция? И я вижу, как ее уже начинают, знаете, там эту новость трактовать российские пропагандисты, и звучит это следующим образом, что, ну, конечно, Гутерреш осознает, что весь североатлантический мир проиграл, и, конечно, ему очень хочется примкнуть к кругу тех, кто побеждает. Ну, потому что же как будто бы ООН – это нейтральная такая территория, нейтральные воды, несмотря на то, что штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Но давайте разберемся, а какую же цель действительно будет преследовать Гутерреш? Будет ли он там поднимать какие-то вопросы мира? Исключено абсолютно. Это будет изображаться, что мы их поднимаем. Изображаться будет, да, он будет изображать. Я вот тут поехал, по миру поработать, чтобы вдруг Нобережской премии дадутся. Никакими вопросами мира… А что мешало 20,5 года заниматься вопросами мира? Что мешало? То есть надо прямо в Казани ими заниматься, а до этого не надо было ими заниматься. Они говорят, ой, вот у нас не получалось, мы были неуспешны. Тогда чего влезть? Ну, если у вас не успешны, чего влезть, чего вы мешаете другим? Гораздо удобнее заниматься палестинским вопросом. Это и титимити здорово, хорошо получается, и визжать можно, как свинка. Понимаете? Очень удобно, потому что наезжать на Израиль удобнее, чем наезжать на Хамас или на Хазбалу, или на Иран. Это чревато. Так же и в украинском вопросе. Наезжать на Украину проще, безопаснее. Украина не ответит. А Путин, черт его знает, что он не там. Во-первых, я считаю, что Москва сильно коррумпировала вот моё личное мнение. Там есть крутятся бабки. Не уоновские бабки, а лично вот этим Гутьеррешем и всем остальным. Я просто понимаю, как работает Кремль, и они всё порешали. Они всё засунули туда, во все отверстия, куда надо. И поэтому Гутьерреш бы и даже, может быть, и дистанцию бы взял какую-то, может, от Москвы. Но если он в теме, то он уже не может. Слышь ты, иди сюда. Ты что, Гутьерреш? Ты деньги взял? Иди сюда. Вот так, понимаете? Ну, я утрирую, естественно. Но, в принципе, я считаю, это бабки. Всё остальное, это, знаете, рассуждения по поводу того-сего, пятого-двадцатого. Это всё смешно. Потому что, ну, как бы, очевидно же, кто агрессор, кто жертвый. Так вы ведите себя, исходя из этого важного, важной предпосылки. То есть, вы едете в Казань для чего? К агрессору. Чтобы что? Я на саммит-брис. Как будто войны нет, и можно, как бы, сотрудничество между... Тра-ля-ля, там, знаете, давайте БРИКС, страны третьего мира. Как будто бы нет войны, как будто бы всё хорошо. Понимаете? Вот эта позиция, она, ну, как бы, ну, я не знаю, это же очевидно. То есть, вот мы это понимаем, другие это понимают. Кто смотрит за этим? Он же военный преступник. Он же отдаёт приказы убивать людей. Нет, ну, мы же всё равно должны. Они, мы будем, мы вот настаиваем. Конкретно, конкретно. Вот пример с Еленовкой. Они же собирались туда зайти, требовали, там, просили, обращаясь в письмо к Путину, чтобы их допустили туда комиссию Красного Креста и, по-моему, одного из комитетов ООН. Ещё ему ответил Путин. Ну, я не буду сейчас в эфире, сегодня в субботу. К какому месту он должен прислониться весь ООН, значит, и чмокать. И чмокать, чмокать, чмокать. То же самое происходило с отдельными вопросами, касающимися посещения военнопленных украинских на территорию Российской Федерации. Скажется, кто-нибудь хоть раз посетил на территории России, скажется, Еленовка всё-таки это Донецк. Спрашивается, а чё ты усилия тут-то не прилагаешь? Не формулируешь, что да, вот Россия, это концлагеря, нас не пускают, и мы считаем, что там идут пытки и так далее. Чё-то так не сказал. А, так сказать, на территорию Украины они ездят. Тут тоже, знаете, Москва педальнула несколько тем про то, что якобы там над мирными жителями издеваются. А где факты? Все эти лагеря, все эти колонии посещают представителей, и международных раскреста, и других. Они встречаются прям с российскими военнопленными. В курсе кто-то? Они жалуются. Ой, мне тут чай неплохо налили. Заварка пахнет, пеником. Чё-нибудь вот такое. Я тут люблю мармеладки перед сном поесть. А что это такое? А я просто задаю вопрос. А украинских военнопленных посещали? Такие же вот комиссии ООН, там представители, организации производные от ООН. Ну, просто расскажите мне это. Так ты сначала этого добейся, чтобы ехать в Казань. Ну, я понимаю, очень удобно сказать. А я вот езжу, потому что я вот этого добиваюсь. Ну, он бы добился вообще. Чё добился? Ну, зеркально хотя бы. Раз Украина пускает, так пусть и Россия пустит. Мы назовём фамилии Каукси. Мы знаем людей, которых пытаются. Ну, в принципе, ничего нового. Ничего нового. В нынешнем видео ООН – это коррумпированная организация филателлистов. Добавим одно прилагательное. Вот. Которая, значит, расторговывает *** в адрес любой диктатуры. В адрес любого нарушителя всех возможных мыслимых и высших правил. Им проще сотрудничать с диктаторами, разного рода террористами, всякой вот *** вот этой. Потому что это безопасно. Смотрю, быстро суббота закончилась. Ну, бывает. Не сдержался. Но просто я к тому, что вся эта суета, она хорошо оплачивается. Он не просто так на БРИК съедет. Ну, просто они кружным путём там. Россия платит свой взнос, как страна очередей ТИВО. Это что да. Но там есть ещё много всяких ходов, поверьте. По деньгам они прям вообще, прям умеют считать калькулятор. Всё это было уже. Мы это проходили. Сын Кофиана, он вообще, по-моему, осуждён был. За то, что он нефть в обмен на продовольствие с Ираном. Ну, как бы он давно в этой теме. Давно. Но сейчас они достигли пика. Бесполезности, как Международного института планетарного правительства. И одновременно с тем, значит, просто вот это вот отхлёстывает хрустык. Понимаете? Поэтому в Казани он просто будет договариваться об очередном транше. Я не сомневаюсь, что этим воспользуется и пропаганда, и МИД, и Захарова, и все на свете для того, чтобы напомнить, что теперь Россия жертва. Жертва нападения с оккупированными территориями. Да, и очень интересно, как Бутеррич будет выкручиваться из этой темы. Но сам нарратив или само обсуждение мира, прекращения войны, вы знаете, что это топ-тема, наверное, ну, как минимум последний год. Вот так, чтобы не солгать, потому что все-таки было и украинское наступление, и попытки наступать россиян, и тем не менее, эта тема все время педалируется в западной прессе. Сегодняшний день, сегодняшние заголовки абсолютно не исключение в этом плане. Я думаю, что и Бутеррич, и то, о чем пишет американская пресса, приблизительно об одном и том же. Западные украинские официальные лица приняли решение, что основой для переговоров могут стать существенные гарантии безопасности в обмен на контроль России над оккупированными территориями Украины. Так сегодня написал Financial Times. Уже сейчас у нас есть реакция Офиса Президента, который, как всегда, конечно, сказал, что это абсолютно бредовая идея, но тем не менее. Издание отмечает, что это будет молчаливое согласие на то, что эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем в будущем. Украина должна определить военную и оборонную границу, согласиться на размещение на постоянной основе войск или ядерного оружия на своей территории, вот это интересный момент, если ей не грозит нападение. Значит, совпадают две истории. Я Financial Times абсолютно не доверяю, как и всей западной прессе, потому что она лжет. Но я доверяю, когда есть человек, который говорит со своим ртом, и Йенс Толтенберг, который уже не обременен в должности генсека НАТО, он говорит, слушайте, а я еще раз хочу сказать, что Украина может хоть сейчас стать членом НАТО. Я уже не знаю, об этом или не об этом говорит президент Зеленский, когда анонсируют нам исторические события, но тем не менее, когда об этом говорит Йенс Толтенберг, он говорит, от себя или не от себя, и насколько Financial Times могут быть близки к правдивым обсуждениям. Вот смотрите, это старая формула мир в обмен на земли, мы ее знаем, что Россия сохраняет за собой оккупированные территории на момент любых возможностей такого рода договоренностей, а Украина сохраняет свой суверенитет. Потому что суверенитет это не абстрактное понятие, а конкретное. Суверенитет это значит членство в НАТО, давайте огрубим еще. Все, с этого момента эта территория НАТО, в следующий раз, если захочешь напасть, воюйшь с НАТО. Ну, как бы давайте упростим это все, чтобы не выворачивать, не выкручивать. Россия сейчас занимает эти территории, оккупирует их, там стоят войска, они там держат под контролем эти территории, население объявили эти территории своей. Все это мы знаем, это не новость для нас. И когда, хоть Столтенберг, он правда сказал, что Украине надо смириться с потерей территории, это тоже дополнительный формулирует. У меня вопрос. Хорошо, вы вот и Financial Times, и Столтенберг, и другие говорите о том, что Украине надо примириться с потерей территории. А почему вы сейчас, Украина, которая должна смириться с потерей территории, те территории, которые Украина не потеряла, и которые она контролирует, и которые там 80% условных, там меня все время поправляют, цифры меняются, я не хочу за ними даже следить. Ну хорошо, 80% не оказаться прямо сейчас в НАТО, еще до формулирования каких-то там вопросов, касающихся, остающихся оккупированных территорий. Почему надо это спрашивать у Москвы? Можно вступить вот этой неконтролируемой, неоккупированной территории Украины, входить в военные и другие союзы, военно-политические союзы, типа Североатлантического Альянса? То есть можно принять эту территорию, покрыть ее этим колпачком безопасности, ну это может быть лак какой-то, это может произойти ровно через год. Сказать, что мы принимаем в НАТО, через год все. Москва, вы просто имейте в виду, что вот эта территория по этой границе, она со следующего года, с такого числа, после того, как все одобрят члены НАТО, находится под членством и коллективными гарантиями безопасности НАТО, и после этого хоть до ядерной войны. Все, это пятая статья. А да, мы признаем, мы понимаем, что вы оккупируете территории, да, мы не признаем их российскими, никто, ни Украина, ни Запад, никто и никогда, но раз вы их оккупируете, Бог знает, как повернется еще в будущем. Но для этого не надо спрашивать разрешение у Москвы, у Путина. Ну какой ответ даст Путин на формулирование, а давайте вот, он же отказывается, ему же это предлагали, много раз, много раз, и Вашингтон, все остальные предлагают, оставляй себе то, что ты занимаешь, а остальная Украина уходит. Что ответил Путин? Он сказал нет. Нет. Ответил Путин много раз. Вот разными путями Financial Times пытается нам убедить в том, что это как бы предмет договоренности. В каких договоренностях Путин же отказывается. Если бы он согласился, это хотя бы можно было обсуждать. Вот Москва заявила, хер с ним, пусть остальная Украина уходит на четыре стороны. Куда угодно. Все. Ничего не надо, мы вот заняли, что хотели, путепровод в Крым, там еще и херня какая. А пусть остальные делают. Ну хотя бы тогда можно было, что там писать, ну слушайте, Москва соглашается на то, что вы получаете вечные гарантии безопасности, членство НАТО их обеспечивает. Накрываетесь ядерным и другим зонтиком. Бесполетной зоной там войска, ядерное оружие будет размещено у вас там. Все, что хотите. Ну, НАТОвские. Соединения, базы, все на свете. Но вы жертвуете территориями, которые сейчас уже Москва занимает. Вплоть до Угледара. Допустим. Кто предлагает это? Москва это предлагает? Ну хоть украинцы тогда могут обсуждать. Слушайте, ну действительно, давайте уже закончим с этой Москвой, уже навсегда уйдем на Запад и уже горит все эти... Они хотя бы обсуждать смогли бы украинцы. А что им сейчас обсуждать? Вот сейчас в Украине что обсуждать? Не, ну это, кстати, та история или тот формат, который я предполагаю, что все равно большинство украинцев скажут неприемлемый, но он не подразумевает участие России. Это история Украины и НАТО. Готовы они или нет? А Москва как раз ставится перед фактом. Так нет, 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 нет. Там пока так вопрос не стоит. Они формулированы НАТО по-другому. О том, что, значит, любое решение вопроса о членстве Украины в НАТО до момента окончания войны или каких-то договоренностей с Москвой приведет к вовлечению НАТО в войну с Россией. А это конвертируется в войну ядерную. Нет, это они формулируют для того, чтобы Украина предложила как бы от своего имени согласилась с этим обменом. Еще раз ставил. Москва не согласилась с этим. Не согласилась. Они отказались. Это точно, абсолютно. Они от этого варианта отказались. Сказали, нет, мы примиримся, мы, значит, перемирие готовы и даже без признания территории, которую мы и так оккупируем, и так занимаем, только если Украина не будет свой суверенитет осуществлять, ну, в смысле членства в НАТО. Только в этом случае. Внеблоковый статус. Это главная задача того, что затеял Путин в феврале 2022 года. Это не так. Это не так. То, что они там сейчас формулируют, что как будто бы Москва на это согласна, что нет, Москва на это не согласна. Это они от украинского общества требуют, чтобы оно согласилось. Москва еще с этим не согласна и не будет согласна. А вот вы, украинцы, с этим уже согласитесь. Ну, видите, мы же уже двигаемся. Уже согласились с потерей территории. А теперь давайте по нейтральному статусу еще согласитесь, что вы никогда не будете в НАТО. Ну, а как в НАТО? Москва же требует. Это следующий пункт, понимаете? Никто, ни Москва, ни посредники не сформулировали это так, как предложение Украине, с которым все согласны. И упирается, типа, только Киев. Киеву не с чем упираться. Москва на это не соглашалась никогда. Это обман, вы понимаете? Это развод. Еще раз повторяю. Если Москва сформулировала публично, Путин сформулировал, как он сформулировал, три пункта о том, что отдайте нам четыре области административных границ, он же так сказал. В неблоковый статус изнимите все санкции. И это предварительное условие для переговоров. Это не условие достижения мира. Нет. Вы вот это сделаете, тогда мы будем участвовать с вами в переговорах. Ну, так же он сказал. Ну, это же не я сказал. Это же можно проверить. А где публично? А вот он мог сказать. Послушайте, мы предлагаем вам обсуждать следующий вариант. Мы оставляем за собой занятые территории, а вы катитесь на все четыре стороны. Ну, а санкции это третьих стран вообще решение. Это не Украина решение. Как Украина может отменять американские санкции или канадские? Как она это может сделать? Эти санкции введены в одностороннем порядке с целью наказать Россию за совершенные злодеяния. В том числе и войну. Ну, так погодите. Почему вы адресуете это Украине как условие? А Украина здесь при чем? Не говоря уже о внеблоковом статусе, это невозможно. Потому что в Украине сформулирован пункт ее конституции, по которому членство НАТО и ЕС является стратегическими приоритетами развития национальности государства Украины. И они не отменены. Кто-то скажет, ну мало ли отменят. Да хрена лысого отменят. А это что не отменят в конституции? Новые субъекты федерации. Часть Запорожья, Херсонская, Донецкая, Луганская и Крым. Какое их собачье дело до конституции Украины? Они же так формулируют. Мы не можем. Мы уже у себя записали эти субъекты федерации в качестве частей Российской Федерации, составляющей ее территориальной целостности. Поэтому это не разговор. Украина не соглашается. И офис президента не соглашается. И Зеленский не соглашается. Только по одной простой причине. Что нет такого условия. Это обман. Со стороны международной прессы, отдельных чиновников, которые вдруг заканчивают каденцию, заявляют о каких-то смелых предложениях. А где они были? Не публично, видимо, их предлагали, а публично не решались об этом говорить. Так а народ-то как об этом узнает украинцы? Он может обсуждать только то, что предлагается публично. А не вот так. Ну вы там согласитесь? Вы там что-то пообсуждаете? Примите это. Но никто никаких гарантий не дает. Но так же не бывает. На референдум в Украине можно выносить только официальные предложения, которые сформулированы и которых собирается реализовывать та и другая страна, ну и гарантировать это международные посреди. Нет такой формулирования. На сегодняшний день они хотят всего. Москва хочет все. Она хочет захватить области, оставить у себя Крым, четыре области до административных границ. И хочет, чтобы Украина демилитаризовалась, деноцифицировалась и точно абсолютно не было никакого внеблокового статуса. Что получает Украина, я вообще не понимаю. Есть еще и повышение ставок со стороны России. Оно неизменно будет. Во-первых, у нас есть фронтовая сводка и готовность к тому, что россияне попробуют идти в наступление на запорожском направлении. То есть очевидно, что за текущий месяц до 5 ноября нужно выжать из ситуации все. Это очень важно для Москвы. В то же время, как утверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, Россия готовит провокации в Беларуси, чтобы все-таки втянуть Лукашенко войну. Вы знаете, что мы этим Белоруссиям касаемся крайне редко, ну потому что вот она такая скользкая. Сам Лукашенко, который балансирует, и ясно, что не хочет втягиваться в эту войну. Но тем не менее. По мнению представителей Центра дезинформации, когда российские беспилотники попадают в воздушное пространство Беларуси, предположительно, есть попытка осуществить провокацию вблизи нефтеперерабатывающего завода Мозорского, чтобы позже обвинить в этом Украину. Ну и таким образом Кремль будет пытаться напрямую привлечь самопровозглашенного президента, заставить его вступить в войну. Вы знаете, что на днях произошел инцидент, когда упал российский беспилотник Шахет, взорвался. Это все сняли с камеры видеонаблюдения. Бедная женщина уже арестована, к ней уже пришли. В общем, в Беларуси быстро работают. Она, видимо, ответит за то, что она опубликовала это видео. Но дроны залетают часто. Так работает рэп, который сбивает их с пути. Там плюс какие-то другие, может быть, настройки на это влияют. Но тем не менее. Вот это, наверное, последняя ситуация, самая такая громкая. Верите ли вы, что Россия может действительно пойти на повышение ставок? Мы с вами говорили очень многое, что не хватает россиянам, в принципе, пополнения, мобилизованных, контрактников. Поэтому, конечно же, вступление в белорусской армии – это была бы мечта Путина. Смотрите, Россия может и Кремль пойти вообще на все, что угодно. Они даже оружие ядерное разместили на территории Беларуси. Мы тут с Фельдшинским не раз обсуждали сценарий, по которому именно Беларусь ударит ядерным оружием для того, чтобы в Москве не брать на себя ответственность. И типа уничтожайте Беларусь. Это не мы. Понимаете? Мы допускаем всякое. Оружие ядерное, они разместили. Эти тактические боеголовки. Я бы сказал так, что Лукашенко не случайно в последнее время какие-то такие странно примирительные заявления или пассы в сторону Украины делает, возможно, в ожидании чего-то подобного. Возможно. Я не знаю. Потому что, смотрите, у Москвы есть основания недовольства Лукашенко. Есть. Оно и стандартное, что они его не любят и так далее, что он колхозник, хитрит и так далее. Но я думаю, что операция в Курской области не началась, если бы резервы, которые вооруженные силы Украины и ее командовали, не отвели бы с севера от границы и не использовали бы их в числе вот этих 25-тысячных соединений на территории Курской области, эти тысячи с лишним квадратных километров, то никакой Курской операции бы не было. По-видимому, так сложились обстоятельства. И я не исключаю, что на дистанции. Между военной разведкой Украины и Беларуси идет какой-то обмен. Который, конечно, контролирует самим Лукашенко. Типа, мы эти милитаризуем, и мы милитаризуем. Нам ловить нечего друг у друга. Давай не будем, а? Лукашенко прекрасно понимает последствия ввязывания в войну, тем более с юми собственными ресурсами, Министерством обороны Беларуси и военнослужащим белорусским. Там, кстати, срочная армия, призывная. Там непрофессиональная в обычном смысле, как контракт. Там есть какой-то состав, но все-таки это другое. То есть, погибать будут молодые люди, белорусы, которым вообще фиолетово вся эта вот... С чего это? Они должны за Россию, значит, подыхать на территорию Украины. Там воевать с Украиной. Зачем? Для чего? Там эта идея еще менее популярна, чем всякие трюки и игры самого Лукашенко. И он это тоже понимает. И вторжение, новая буча, новый вход в Киевскую область. Вот все, что происходило с колоннами в феврале-марте 2022 года. Он тоже понимает, что это без последствий не останется. Ну, Украина будет защищаться. И целью, мишенью станет сама Беларусь. Понимаешь? Конечно. Все резиденции. Лукашенко, его дети. Сам он. Ну, кто же позволит в очередной раз опять перебить население Киевской области? Я не знаю, на Волыне, где-то еще. Ну, вдоль границы. Кто это позволит? Не, а там будет уже по-настоящему. Слушайте, 25 года война. Это одно дело февраль-март. Только начиналось еще. Непонятно было, что делать. Как вести себя. А сейчас все все знают. Все все понимают. И Запад не останется равнодушным. И Запад не останется в стране. Ни Польша, ни Литва, ни страны Балтии, ни НАТО не останутся. Это немножко другое. Воевать с Беларусью проще, чем с Россией. И я не исключаю, что там как раз увлечение будет. Лукашенко все это понимает. Прекрасно это понимает. Знает, какая цена у этого всего. Чем это чревато. И поэтому с высокой степенью вероятность будет до последнего упираться. Даже если какая-то провокация произойдет на Мозовском заводе. Ну, грубо говоря, он-то сможет разобраться, чья это провокация. Что же он дурак, что до такой степени я не верю в это. Поэтому, когда это его личная безопасность и будущее его касается, он все-все-все прекрасно понимает. Так с виду-то пенек пеньком собака. А когда уже касается его коленьки и себя самого любимого, он все умеет сформулировать. Все умеет понять, сартикулировать, куда надо, значит, изобразить по-хитрому, значит, по-колхозному, что надо. Все это мы видели. Понимаете? Поэтому я не думаю, что если речь будет стоять о вовлечении Беларуси через решение самого Лукашева, которого, типа, удобно развести, а я сам обманываться рад. Ой, да, это тут вот Мозовский завод Украины за хера бы он ей сдался. Зарвал. А что я его взорвал? Ну, допустим, с него техника заправляется российская. Еще чего. Ну, так они привезут для этой техники, для заправки другие топливо с других мест. Какая разница? Поэтому, на самом деле, я думаю, что, да, это выгодно было бы в Москве, наши НПЗ гасят, ну, еще и Мозовский погасил украинцы. Они же это делают. Ну, так и у тебя, и у нас. Смотри, видишь ты, что творится. А это личный бизнес самого Лукашенко Мозовский. Все, деньги все получают. Идите-мейте себе. Ни Васи, ни никому кому. Там, по-сторону Васи Прянику, как я говорю. Себе, любимому. Вот. Поэтому я не думаю, что Лукашенко, понимая такую цену, решится на то, чтобы в эту игру с Москвой играть. Изображать, что, ну, да, 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 это украинцы. Тут вот они такие шалят-шалят. Я не думаю. Я думаю, что Лукашенко и есть то препятствие, которое Москве мешает втянуть Беларусь девятимиллионную в войну с Украиной. Мы сейчас с вами поговорим о неделе предстоящей, о том, что может происходить с 7 октября. Очень знаковый, очень тяжелый день, в частности, для Израиля. И, наверное, есть смысл говорить о том, что одно важное событие может произойти в этот день. Но перед этим я напомню нашим зрителям, друзья, сейчас самое время оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал «Фегинлайф», подписаться на YouTube-канал «Курбанова Лайф». Ну и, конечно же, как и всегда, я вас призываю активно комментировать все эти темы, которые сегодня предложены к разговору. Из смешного, наверное, можно себе позволить так сказать, это то, что Израиль ликвидировал лидера военного крыла, нового лидера, только недавно назначенного, военного крыла Хамаса. То есть снова и снова они расстреливают всех своих врагов. При этом сейчас дискутируется тема, как далеко Израиль может зайти против Ирана на территории Ливана или на территории самого Ирана, и какое место и участие в этом будет принимать Соединенные Штаты Америки. Предполагается, что 7 октября, это как раз годовщина страшных событий, прошлогоднего нападения Хамас на Израиль, израильские военные не исключают, что в этот день могут нанести значительные серьезные удары. Речь идет о ядерных объектах и речь идет о нефтяной инфраструктуре. Ирана. Ирана. Ирана, да, совершенно верно, Ирана. И здесь никуда не деться, конечно же, без США. Значит, о чем идет речь? Как говорит Джо Байден, ядерные объекты – это очень страшно и лучше не надо. Нефтяные объекты – еще хуже, потому что это повлияет на стоимость бензина в Соединенных Штатах Америки. А в преддверии выборов все это очень плохо. Поэтому США как бы говорят – успокойся, давай придумаем какой-то другой план. И эксперты, точнее уже там американцы, демократы, они заподозрили премьер-министра Израиля Нетаньяха в том, что он фактически подыгрывает республиканцам, он подыгрывает Трампу, потому что он ведет более такую жесткую политику в отношении своих врагов. Одним словом, а как далеко можно действительно зайти, когда твои партнеры тебя просят этого не делать, когда у партнеров очень тяжелые выборы, но в то же время вопрос мести, вопрос защиты своего государства, он тоже очень важен. Ну да, седьмого числа годовщины не исключено, что Израиль, если ударит, то логично было бы седьмого числа его ударить. Символизировать эту дату. А, ну раз в год, и вы вот такое сделали, ну получайте через год. Опять же, это вопрос загадки, какие все-таки объекты будут выбраны в качестве мишени. Я про другое еще хотел дополнительно сказать, и перейду к ответу на вопрос. Понимаете, у меня, кстати, завтра эфир будет с Федором, мы серьезно проанализируем, а почему за два раза ударов Ирана никакого результата не достигнут? Ну тоже, все равно, баллистические ракеты, вот сейчас в последний раз 200 штук, до этого тоже нормально было, и она ни одна не попадает. Ну так, прием. Говорят, что все-таки попали, просто не так, все равно, да, на 200 ракет, ну пускай там 20 не пропустили. Ну, масштаб последствий, ущерба, очень скромно. Все равно, даже если они попали в базу куда-то, очень скромно. Потому что на 200 ракет, это очень много. Реально много. В Украине, когда такое количество летит, куда-то попадает, так сказать, мы понимаем. Ну, во-первых, я подозреваю, что американцы опробовали там системы противоракетные ИДЖИС и ТХАТ со своих кораблей. То есть, видимо, сбивали на ранних совершенно этапах. Это что означает, что получается баллистические ракеты из Ирана, если бы даже на них были боеголовки ядерные, ну, с очень высокой вероятностью до Израиля бы не долетели, понимаете? То есть, не возможно проразить Израиль, но они же не рядом находятся, чемоданчики не отнесешь, ну, даже ракета. Это первое. И для Москвы это достаточно тяжелое ощущение, что получается, в общем, если эти системы американские очень эффективны, то поразить по-настоящему какие-то серьезные мишени противника невозможно. Про Россию мы не знаем. Вот если баллистические ракеты у Украины появятся, и они смогут фигарить ими вглубь территории России, вот тогда мы сможем сказать, есть у России что-то подобное, или нет? Ну, понятно, там С-300, С-400, там против ракеты, там ПВО-система, оно все есть, но насколько оно эффективно, до конца мы судить не можем. Вот именно против баллистической ракеты, не против дронов, дроны это все-таки другое. Теперь, что касается Израиля. Ну, слушайте, один раз они не ответили, потому что американцы убедили. Второй раз, если ты не отвечаешь, ну как, это же всегда соблазн снова начать, снова это сделать. В очередной раз, поступить, тем более, война не прекращается, в Южном Юане операция продолжается, на территории сектора газа операция продолжается. Ну, значит, Иран сможет и третий раз так сделать, а вот если ответить, то там уже по-настоящему задуманно скажут, я нифига, это чревато. Слушайте, мы третий раз уже не будем этого делать, потому что вот за второй раз нам прилетело, ну, его к черту, вот это вот все, потому что там перебили вот это все. Я думаю, что будет найден компромисс с американцами, будут выбраны цели, ядерные, не ядерные объекты, военные, не военные, нефтяные, не нефтяные, но скорее все-таки ответ будет, потому что если его не сделать, то тогда, ну, это соблазн повторять это раз за разом, раз за разом. То есть ты воюешь с прокси, а источник, центр твоих угроз, он как бы остается нетронутым. Несмотря на то, что израильтяне действуют в Иране, вы помните, они же убивают дистанционными, другими средствами отдельных лиц, того же главу Хамас, которого они убили на территории Тегерана и так далее, но тем не менее, это сейчас массированная атака дала основание все-таки Ирану, ну, там КСИР, говорят, настаивал на этой атаке, говорить о том, что они вот могут это делать в одностороннем порядке, а Израиль боится ответить. Ну, типа, можно предполагать все, что угодно. То ли у Ирана есть ядерное оружие и эскалация приведет к его применению, то есть запущена будет ракета с боеголовкой, одна из двухсоток, с боеголовкой ядерной. То ли, потому что, значит, у американцев выборы, а ведь всегда будет какой-то причина, по которой не надо этого делать, да, обидятся одни, захотят что-то другие, всегда найдется причина, почему этого не делают. Повторяю, любое отсутствие ответа, это соблазн повторить раз за разом агрессора новое нападение. Понятно, что все будут орать, там, значит, те, кто более-менее сочувствует Ирану или его прокси, скажут, а вот Израиль первым что-то делает. Нет, это так не работает. Первым все началось с 7 октября. Вот нужно эту отправную точку для эскалации выбирать в качестве основания всех последующих действий. И тех, и других, и третьих. Если бы 7 октября на территорию Израиля не вырвались боевики Хамас, не убивали бы людей, не убивали бы младенцев, детей, женщин, всех остальных, ничего бы вот из того, что сейчас происходит, не было бы. Ну, может, что-то другое было, может быть, другие причины нажать. Но вот такого масштаба и всего этого не было. И поэтому ответственность всегда несут те, кто начал. А то, что ответ им зачастую превышает масштаб того, что сделано этими людьми, это, извините, тоже ваша зона ответственности. Не надо было этого делать, не надо было создавать предпосылки для ответа. Вы знали, с кем вы связывались, поэтому будет так, как будет. У Израиля есть все основания ударить по Ирану. Он дважды направлял ракеты в апреле и вот сейчас, в октябре на Израиль. А если бы все 200 ракет были пропущены? Если бы эти ИДЖИС, ТХАТ и израильские системы не смогли справиться? Представляете, сколько целей было бы прожено? 200 целей? Сколько бы народу было убито? Можно ли этим рисковать? От того, что ущерб минимизирован за счет технологического превосходства, это не значит, что нужно не решать политическое и других вопросов, связанных с ответом, чтобы не допустить этого в будущем? Я думаю, все-таки ответ будет и я думаю, он не будет таким, какой бы хотел Израиль. Они учтут мнение Вашингтона, однозначно. 100% учтут. Скорее всего, действительно, из перечня целей уберут нефтяные цели. Да. Вот это сейчас болезнение. Ядерный объект, ну и что? Ну, 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 центрифуги в Натанзе еще где-то там в каких-то других местах, ну, погорят. Ну, и что? Ну, и что? Это опасение в смысле того, что, а вдруг у Ирана есть ядерная рожка? А не того, что, ой, это тоже там радиоактивность или еще что-то. Какие-то объекты будут поражены, на мой взгляд. А вот нефтяная, да, тема такая, что сейчас они очень настроены на то, чтобы демпинговать эти цены с учетом заявления Бен Сальмана и Саудовской Аравии, ну, как бы фигурирующие в прессе о том, что они собираются нефть понизить до 50 долларов, что действительно очень болезненно для некоторых участников рынка, и Ирана, и Москвы, кстати, которые находятся где под санкцией, где под эмбарго и так далее. Эти все вещи, да, могут сыграть свою роль. И Израиль может пойти на такую однозначно. Я думаю, сейчас они это все и пытаются согласовать. Я напомню, что о существенных санкциях мы просим с первого дня полномасштабной войны. И так или иначе, нам наши западные партнеры говорят о том, что это невозможно. И мы Израиль очень хорошо понимаем, потому что нам тоже не давали бить по НПЗ тоже с той самой мотивацией. То есть, по сути, экономика Америки не должна упасть. Там в этом тоже заинтересованы, они нам помогают, они Израилю помогают, но убивают только нас и израильтян. И, конечно, это очень сложно понять. Я не знаю, ограничится ли такая осторожность ноябрем и переступим мы через это или нет, но это мы увидим, конечно, только в перспективе. Напоследок, тоже из легенького, я бы даже сказала, из веселенького. Вы знаете, что в России очень развито такое движение военкоров. Это пропагандисты, которые пооткрывали свои телеграм-каналы, которые, конечно же, находятся на фронте, абсолютные людоеды и каннибалы. И единственное, что им не нравится, против чего они могут восставать и бастовать, это когда мало крови, мало смерти и мало поддерживается российская армия. Будьте здоровы, ведь и правда. Есть один из ярчайших, хоть такой себе военкор 13-й, очень популярный как раз в этом ЗЭД-сообществе. Чем он знаменит? Во-первых, он комментирует и критикует страшно военное командование российской армии. Он дико поддерживал на Пригожинский мятеж. Он постоянно насмехается над лаптями Алладина, то есть известно о том, что его просто в центре Новопавловска, кажется. Его, значит, скрутили, арестовали. Все его последние видео мы всегда, я каждый день записываю ролики антипропаганды, и мы его очень часто используем, потому что только код наваливает, знаете, даже мы отдыхаем с вами в прямом эфире. Его сегодня скрутили, хотя он свой, хотя он патриот, хотя он за то, чтобы у русского мальчика были боеприпасы убивать украинцев. Но тем не менее, судя по всему, лавка подсудимых, на которой оказался тот же Гиркин Стрелков, вот она будет пополняться и такими людьми. Что это за движение, и почему Путин вообще не боится никакого восстания, потому что, ну, з-пропагандисты посмотрят и обидятся еще, не дай Боже. Я вот с первого дня утверждаю, что все эти з-пропагандисты это б***ь. Так тут не о чем спорить. Нет, в том их смысле, что они самостоятельной как бы величиной не являются, они по команде, на гав-гав, вот это, служить, служать, понимаете как? Потому что они все завязаны на кураторах, соответственно, кто ФСБ, ну, в основном. Вот, ну, там тоже разные какие-то есть направления, кто-то на Минобороны, там еще что-то, раньше на Пригожина получил новый денег с ЦЖО. Вот. Это кто-то руководит его направлением телеграм-канала и там напрыгиванием на того же Алудина или кого-то еще. Это внутренняя кухня. Они всего лишь инструменты. Они не самостоятельные. Я вот еще раз хочу подчеркнуть, потому что складывается иногда иллюзия, что ну вот он полуанонимные эти телеграм-каналы, это значит, они какие-то там от окопа, от людей с автоматами там и так далее, что они таким авторитетом пользуются. Так если его скрутили, убрали, а кто его забрал? Так а что же эти люди, которые так вот читают, не выйдут, не возмутят, скажут, ну-ка верните нам его. Мы тут на фронте части соединены, мы это отвооружены. Нет. А кто за него вступится? Поэтому это расходный материал. Расходный буквально материал. Никакой самостоятельности они не обладают. Все, что они пишут, это разрешенное, санкционированное контент, который необходим в чьих-то интересах. Ну, интересы сражаются, конечно, люди разные, разные интересы, разные деньги, разные задачи и так далее. Где армейский, где ФСБ, внутри ФСБ там разные. И так далее. Поэтому на самом деле искать в этих людях хоть какую-то долю, что они влияют на повестку, что они там куда-то ее искривляют, что-то делают, это смешно. Вы вспомните, сколько этих блогеров, там вот этот был тоже, его чеченцы застрелили, значит, кадровцы, застрелили в голову. Товарищ, забыл, как его звали. Они там все какие-то, 13, 69-е, не знаю, что они там. Ну, такое у них все. Понимаете, я их всех не запоминаю, вот даже не стараюсь этого делать, потому что, ну, как бы, во-первых, это не мое, значит, отслеживать вот этих всех зетников, потому что каждый день новая информация, новая, их читать бесполезно, ну, что-то они там спроют, ну, что-то расскажут, завтра снова что-то расскажут, все время будут новости. Я согласен, есть журналисты, которые занимаются тематикой, они отслеживают эти телеграм-каналы, чтобы комментировать конкретные новости, там, что-чего произошло и так далее. Да, они, так сказать, новостной повесткой работают, там на сантиметр они отступаются для анализа и уже видно, что они все, они ничего не понимают ни в политике, ни в международных делах. Собственно, мы наш канал и наши эфиры посвящаем именно анализу, именно экспертизе большого масштаба, в которой мы не отдельные события там пытаемся анализировать, а складываем в большую картину, которая влияет на ход войны как таковой, на ход мировой политики, потому что это нам интересно. А извините, формулировать у кого там портянок не дали или, значит, куда попала ВСУшная ракета Хаймар, там ракетный снаряд или еще что-то, но нам это не интересно. Пусть этим занимается кто-то, кто хочет эту повестку отдуплять, понимаете, практически. И поэтому вот мой не уровень каналов или обратных противоположных. Есть каналы не украинские, которые занимаются окопами и так далее. Но это просто смешно мне этим заниматься, понимаете, отчитывать эти каналы. Ты сам эту информацию не получаешь, а ты берешь все равно от кого-то. И вот ты должен ее там складывать во что-то, искать некое объективное результирующее. Я этим не занимаюсь. Мне считается, что и ваша, Алена, и моя в этом эфире аудитория, она нуждается в другом. Она нуждается в понимании хода процесса. Того, как они, с какой динамикой идут и в какую сторону приходят. И поэтому я отформулирую большие экспертные оценки. Будут переговоры до конца года или нет? Я отвечаю, нет. Договорятся нет. Да, почему, как, что, изменится линия фронта? Можно изменить, но незначительно. Это не влияет на переговоры, перемирие, договоренности. Не влияет. Вот это главные выводы. Вот это важно понимать. А все остальное прочитают и послушают у Z-каналов или противоположных. Я считаю, что от всех этих Z-пабликов и от Z-авторов будут потихоньку избавляться с неизбежностью. Потому что они, как всякая субстанция, пытаются обрести некий значимый самостоятельный вес. Субъектность. 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 И вот когда он слишком уже совсем залетает, не в те просторы, как Гиркин, кстати, он же тоже был фактический блогер, потому что его основной канал на Телеграме это был большой канал и он там получал наверное информацию каких-то своих конфидентов с линии фронта, из ДНР, ЛНР и так далее. Но он был чужой человек некоторым. И значит это публиковал, продавал и то, что он дошел до резкого отрицания, вообще в отрицал его ушел Кремля, Путина и вообще всей операции, оно как бы сыграло с ним ту службу, которую мы видели. То есть его просто засунули в тюрягу, от этих будут избавляться кого убивать, кого сажать, кого просто сажать, ну ты больше не ведешь канал. Ну как ты, я хочу вести канал. Ты больше его не ведешь. Ведет совершенно другой. Вот этот вот. В вашей 69 позиции девятка ведет. Вот так это делают. Ну там 13, у них цифры какие-то. Вот. Они не являются какой-то самостоятельной единицей. А когда они пытаются таковой стать, с ними происходят такие вещи, что их Павловская, его посадили, мешок надели и что там с ним делают в общем неизвестно. Так что я просто против придавать значение вот этим фигурам, возвышать их до уровня блогера Фейгина или им подобное. Это не их уровень. Понимаете? Это не их уровень. Их уровень там внизу. Вот пусть они там с какими-то окопными новостями и работают. Это все. Я хотела бы сказать, что вы же не любите, когда вас называют украинским пропагандистом, а я украинская пропагандистка. И я очень хорошо знаю, что вот такие люди, как 13-й, они, конечно, заслуживают 13 бутылок на них быть посаженными, но тем не менее. Они вокруг себя собирают аудиторию, они вокруг себя собирают поддержку армии, они собирают донаты. И каждый раз, когда сами россияне расправляются с таким пропагандистом, для нас это только в плюс. Пускай бесконечно будет один Соловьев, пускай бесконечно он им будет рассказывать о том, что они побеждают и все хорошо. Именно это в том числе нам помогает. А такие военкоры мешают, и поэтому либо это украинский Эфи-Ведрон, либо это российские силовики, все равно, кто их уничтожит, мы только в плюсе. А я-то ведь и утверждаю, что они неизбежно, фатальная судьба. Они расходный материал. Соловьев, да, он где-то там для нужных целей, для большого масштаба, а этих не считают. Понимаете? Они ноунеймы. Это кажется, что они там на что-то влияют, и они так думают о себе и так далее. Но, кстати, сказать я не против того, что меня украинским называть, да на здоровье, мне хоть 10 раз с моим этническим происхождением, а я против пропагандиста называть. Мне не нравится, когда говорят про пропагандиста, потому что я все равно считаю, что пропаганда это средство государственной политики. Я никакое государство не представляю. Я говорил то, что я говорил даже тогда, еще до войны, когда говорили, что Федина это Шиза, постоянно говорили, что война была. Понимаете? Про меня писали. В украинской прессе, а про российскую вообще там нет никого пресса. А в украинской прессе, поскольку она свободна, там были и такие сякие, и серобормалиновые, и крашеные, и разные были, да, то есть разного оттенка. И про таких, как я писаю, что это Демшиза, они тут нам из России приехали, рассказывали сказки про то, что будет война с Россией. У меня эти публикации есть, там какая-нибудь страна ЮАА. Я помню, такие гельментные издания. Вот. Ну, я просто к чему? К тому, что мне без разницы, какое государство, на что направлено. Медведчук-советник, или не советник, значит, посаженный или пересаженный. Вот. Я с ним в основном припирался, поскольку защищал Савченко там и других. Вот. Я это буду говорить, даже если, как я уже сказал, завтра Украина скажет, а мы все, мы теперь с Путиным, понятно, что это не будет никогда, но мы теперь с Путиным, мы теперь хотим вместе с Россией. Я буду говорить то же самое, что я сейчас говорю. Я буду пропагандистом, или кем я буду, если я продолжу говорить то, что я ровно говорил до, в моменте и после. Я буду говорить то же самое. Поэтому я не пропагандист, я не получаю государственные зарплаты, я там не на содержание, а мои идеи, они выше любой пропаганды, намного выше. Мои убеждения. А они как бы другой эквивалент имеют, вообще не денежные. Вот и все. За это и ценят, за это и смотрят, и надеюсь, что в том числе за это сейчас ставят лайк, и, конечно, кто еще этого не сделал, то подпишется сразу на два YouTube-канала, и YouTube-канал Фигин Лайв, друзья, и на YouTube-канал Крубанова Лайв, потому что, конечно, мы уже приближаемся к своему завершению, только я, наверное, напоследок вкину какую-то интригу. У нас на понедельник мы так себе придумали, и вроде все складывается, будет спецэфир, поэтому я призываю всех в 20.00 по Киеву не пропустить, к нам присоединиться. И сразу могу сказать, нас будет больше, чем двое, будет очень интересно, горячо, жарко, в общем, и познавательно. Новые форматы, новые люди, это всегда очень здорово, поэтому присоединяйтесь к нам. Марка, вам спасибо большое за этот час, и увидимся в понедельник. Продолжение следует...